У нас минус 3, 7 утра. Кошмар. На улице вот всё вымее. Холодрый гааа. Да, Дэнни. Ребята, всем привет, доброе утро. Эгора у нас сидит, работает. Hi. Сегодня мы остались дома. На учёбу не поехали. Эгора куча работа, он решил, что останется дома, поработает. А я вместе с ним осталась. Но у нас всего одна пара, так что ничего страшного. Сейчас вот буду заниматься домашними делами. Бельё развешу. У нас в свете такое яркое солнце. И даже весь первый снежок и не растаял. Отлично. Я когда Дэнни утром в детский сад отводила, был такой холод, ужас. Минус 3 градуса. Ох, надо одеваться очень-очень тепло. Рисёнок нежится на солнышке. Загораешь? Мохнатик. Кто Мохнатик? Столько шерсти от тебя. Такого Мохнатика. А занятий-то не будет сегодня, оказывается? Мы вообще-то как приличные студенты. Решили прокосить. Одну пару. А тут хопа. А пары-то нет. Да, занятия через 10 минут. А нам вот пишут студенты, что занятий не будет. Сейчас бы приехали полчаса на дорогу. Полчаса обратно, бензин и всё. Да, на время, конечно. Развернуться и уйти обратно. Да, вот так вот. А вопрос, а почему мы никто не предупредил? Я не знаю. Мне вот так вот не очень нравится, когда делается. Что значит, да? То есть мы едем на учёбу из другого города. Да, не из Порва. Это студентам хорошо. Нет занятия, пошёл домой. Через 10 минут дома. А нам, да, сколько? Минут 35 ехать туда-сюда. Ну, Егор утром говорит, давай не поедем. Столько работы накопилось. Ну, вот я ещё думала, ехать или не ехать. Но решила тоже остаться с ним. Потому что уже работы много. Да? Так что мы не прогуливаем. Нет, теперь уже нет. Круто. Ну что, с чистой совестью продолжаем работать. Я взяла вот такую вот огромную стопку газет. Газеты, которые вот нам приходили. И буду их сейчас разделять на две кучи. Первая куча – это глянец, которые нельзя жечь. А вторые газеты, которые вот такие матовые, мы их отдаём родителям Егора. И они разжигают с помощью них печку. Так что будут сейчас смотреть и делить. А вот те газеты, которые глянцевые, их нельзя жечь в печке. Мы их вместе складываем и выбрасываем. И причём у нас тут у дома. И вообще в Финляндии принято мусор сортировать. Газеты и печатную продукцию выбрасываются в отдельное место. А упаковки из-под молока, пиццы и соков – в другую. Также выкидывается отдельно железо, стекло и обычный бытовой мусор. То есть вот, который дома у нас в мешок собираем и выкидываем. Мы выехались дома, по делам поедем. Сейчас заедем в магазин, потом в офис. Потом тебе надо на медосмотр, хочу сказать. В машине на медосмотр. На техосмотр, да? Или что-то хотел там? Да, медосмотр. Полный медосмотр. В ходку поедем на техосмотр. Вот. Возьмём вас с собой. Потому что тени. В Токмане. Выбираем нам в ванную коврик, чтобы постелить. Что-то опасно для Дени ходить, поэтому кафель очень скользко. Надо что-то такое постелить. Ну, я думаю, что она будет плесневеть. Да? Но придётся менять. Придётся менять. Потому что вода там будет скапливаться. Она же вообще к полу перелегает. Сейчас подумаем. Егор в универе недавно потерял мышку свою. Расстраивался. Теперь мне нужна такая, чтобы не потерялась. Такая, чтобы не жалко было. Какую ты хочешь. Тут одна модель вообще. Так что у тебя особо выбора нет. Нет, две. Две? 50-е, 3500. Ну, вот какая-то со скидкой, какая-то без. Я уже со скидкой. Ага. Ну, убирай. Да, ты что? Убираю. Смотрю, какие фотоальбомы тут есть. Надо Дени поставить фотографии для Дени. Такие все классические. Особо ничего интересного нет. С носочкой. Ну, что, пила альбом Дени. Буду сегодня вставлять фотографии. Заехали пока к Егору в офис. Он пошел там делами заниматься. А я вот спасаю свой фикус. Это дерево огромное. Смотрите, оно в ужасном состоянии. Листики сбросил. И вот такой вот он весь печальный стоит. Перенесла его вот из той комнаты в эту. Потому что здесь все-таки света больше. Хотя и выглядит это непрезентабельно. Но я не знаю. Спрячу сейчас его за этим вторым фикусом. Потому что все-таки ему нужен свет. И мне очень жалко, что он там стоит. В тени. Солнца нету. Света нету. В общем, вот так вот буду его спасать. На банан. Чтобы лучше работалось. Спасибо. А я съем вот такие вот конфетки. Мутовые. Огушные. Смотрим Дэнди. Ни ботинки Кома. Вот у нас краска темная большая. Любые цвета. Круто. Егор надеется, что эта рыбешка поможет ему. Я все-таки поймаю свою селедку. Да. Не знаю. Красивая. Я бы клюнул. Да? Да. Вон мы набрали уже Дэнни. Зимние варежки, памперсы. Колбасу и хлеб. Пойдем на кассу. Что-то там такая красота. Мои метролики. Красивые. На. Рули. Ого. Блавник. Егор, в общем, убежал на тихо смотр. И осталось у меня тут в Призме. Так что буду продолжать шопиться, смотреть. Что-то интересного есть. Вот такая вот рождественская красота уже продается. Здорово. Люблю такие секции. Пора готовиться к Рождеству. У Дэни скоро день рождения. Вот хожу все смотрю на Лего Дупла. Думаю, ему понравится. Здоровские всякие наборы тут есть. И просто обычное Лего тоже. Думаю, обычное Лего ему рано. Да, еще там маленькие слишком детальки. А Дупла вот с двух до пяти. Как раз наш вариант. Я решила, что пора готовиться к Дэниу дню рождения. Прикупить циферку два, например. Какие-нибудь воздушные шарики. Остался уже месяц. Так что пора вовсю готовиться. Егор, памперсы. Егор и памперсы. Папперсы. Да. Все, мы сделали все дела, которые планировали. И поехали теперь за Дэни в детский сад. Заберем отправить. Егор увидел знакомую машинку. Вот эту, раритетную. Я ее уже показывала. Она уже у нас рядом с домом стоит. Он тоже приехал в призму. А мы пока заправляемся. Где там Егор? Прятался? Тома уже дома. И вот Дэни уже занялся. Помогают мне. Вот сюда доставлю часть фотографий. Еще вот есть. И вот сегодня купила фотоальбом. Вот такой вот. Пятьсот фотографий сюда влезет. И вот у нас тут куча-куча-куча фотографий есть. Буду их все расставлять. Ага, увидел, увидел. Кто там? Кто там? Там деда с тобой играет. Ты тут такой маленький. А сейчас уже такой большой. О, это машинка даже есть. Да. Все, я закончила заполнять альбом. Наконец-то мне пришлось сначала подписать фотографии. Чтобы не забыть потом, когда они были сделаны. Потом я их себе расформировала. Вот, долго сидели с Дэней, делали. Так что ура. Все готово. Можно ставить на полку. И время от времени туда заглядывать. Я думаю, что на этом мы... Да. Думаю, на этом мы завершим этот влог. Пойдем с Дэней займемся чем-нибудь еще. Вот, Егор поехал на работу. Доделывает там свои дела. Завтра пойдем на учебу. Вот так вот. Надеюсь, вам понравился этот влог. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.